Итак, добрый день! Сегодня мы с вами разбираемся с функциями различными построения наших стен. Если вам нравятся мои видеоуроки, не забывайте подписываться. Если вы можете обратить внимание, растут количество выпусков видео по различным тематикам. Итак, начнем. Для начала, функция построения стены, на самом деле, стенка самый распространенный элемент в строительстве и в различных строительных тех же самых программах, и в Revit, и в AutoCAD, и только оси более распространены. Так вот, сама функция построения стены находится у нас в конструировании, и называется она также стена. Причем у этого элемента есть еще и выпадающая менюшка, сразу же с выбором материалов стен, которые есть в базовых библиотеках. О них пока разбираться не будем, вкратце я уже затрагивал это в предыдущем видео, но не рассказывал, как можно соединить различные круглые стены и так далее. Так вот, функция построения стены. Какие у нас есть возможные функции? Во-первых, есть криволинейная, многосегментная, прямоугольником, векторным прямоугольником. Принципиальные отличия какие? Обычная прямолинейная стенка. Пока у меня привязки никакие не активны, чтобы сделать их ровными, я зажму клавишу Shift. Построю одну, построю вторую. Обычная прямолинейная стенка. Еще раз одну, построю вторую. Могу выделить элементы. И с зажатой клавишей Ctrl при перенесении, точнее начну перемещать, зажму Ctrl, и эти элементы будут у меня сдублированы. Перенесу их в другую сторону. Что я сделал? Подсветил элемент. Начал его двигать. Зажал клавишу Ctrl. Автоматически он у меня скопировался. Что я делаю дальше? Скопировали. Какие еще есть возможные функции построения? Стена. Стена у меня есть многосегментная. Что это за функция? Это когда у меня из одного окончания моей стены сразу же строится продолжение. То есть я не нажимаю снова построение стены, не выбираю точку, потому что они у меня сразу же будут взаимосвязаны между собой. Последнее, что забыл сказать, из основного. При построении многосегментной стены есть возможность изменения конфигурации построения стен. О чем я сейчас сказал. Пункция стена. Если я использую построение многосегментной стены, при первой же базовой точке я могу выбрать второй либо прямолинейный отрезок. Вот это у меня. При построении первого отрезка у меня есть возможность сразу же построить касающиеся. Следующее я могу сделать касательную. между какими-то элементами. И сделать полностью фигуру, ту, которую я представляю, как она будет выглядеть и так далее. И замкнуть. В конечной точке наш элемент. Следующая возможная функция. Прямоугольником. Первая базовая точка. Вторая базовая точка. И строится прямоугольник. Очень удобно, когда много квартир, домиков квадратного прямоугольного сечения. Круто. Следующее. Векторный прямоугольник. Векторный прямоугольник отличается от обычного тем, но он реже всего распространен, то, что ставится первая базовая точка и ставится угол наклона нашего прямоугольника, по направлению которому будет он строиться. Что у нас еще есть? Пока пропущу окружность. У нас есть возможность трапециедальное построение. Для того, чтобы у нас была видна толщина, у нас в настройках функции, либо в параметры нашей стены, если зайти. При построении той же самой трапециедальной стенки нужно показать, какая у нас будет базовая точка и насколько она будет утолщаться. Либо в панели свойств показать толщину стены, пускай она будет на 540 утолщаться. Ту, которую я построил, давайте я ее изменю, указатель использую, на 540. Она у меня утолщится. Построю еще одну. 120, 540. Там, где у меня будет поставлена конечная точка, там у меня стенка будет утолщаться. Следующее. Многоугольник. Когда вы стенку моделируете, материал стены при помощи многоугольника. Предположим, хотите какой-нибудь декоративный вариант отделки сделать, выступающий профиль стены, там, либо еще что-то. Вы не заморачивайтесь с утолщением стены, вы просто подрисовываете в той же самой обычной вашей стенке утолщающий показатель многоугольника. Как разделяются в дальнейшем стенки, я еще покажу. Ну, или как их связать по материалу одинаково сделать. Следующее, что возвращаемся назад, к возможности построения окружности. А при помощи окружности можно построить те же самые дуговые стенки. Есть возможность построения окружности по углу, построения окружности по трем точкам, построения окружности по трем касательным точкам. О чем я только что сказал. Давайте построим окружность между вот этими двумя элементами. Для этого мне нужно выбрать центр круга и построить окружность. После этого я могу выбрать угол, который у меня будет построение. При помощи указателя сейчас смещу. Чтобы они смотрелись более эстетично. Второй отрезок я буду накладывать по конечным точкам. Обратите внимание, что когда я перемещал, у меня квадратики были не заполнены, пустые. Но как только я навевожу до касательной точки, у меня квадратики либо оба заполняются, либо один касательный, а второй уже заполнится по умолчанию. Что у нас еще есть? Стена по трем точкам. Предположим, раз точка, два точка. И теперь уже выбираю закругление третьей моей точки. Самостоятельно. Следующий пункт по трем касательным. Пускай у меня будет раз точка, два точка, три точка. Между ними построится окружный. Ну и если программе удастся это выполнить. Следующее что? Ну на самом деле это основное. По построению нашей стены. Если вам необходимо поменять параметры нашей стенки, так же как и настроить основные элементы по стене, вспоминаем то, что у нас все необходимые параметры находятся в параметрах нашей стены. Те же самые привязки, толщины и прочее, все это можно настроить здесь. Конкретно мы с вами в предыдущем видео создавали стенку трехслойную, многосегментную. Ссылку я на видео оставлю. Потому что обычный набор тех же самых стен в архикаде достаточно скудный. Ну вы об этом, наверное, либо знаете, либо еще узнаете. Те, кто заглянул на канал, именно учиться построению различных элементов. По основным материалам, по толщинам нашей стены, я уже говорил, у нас находятся они либо в параметрах нашей стены, либо в основной информации. То есть стенки я могу утолщить, либо могу их наклонить и так далее. Последнее, что мы с вами сделаем, перейдем в трехмерный вид, посмотрим, что у нас в итоге получилось. Быстро панель команд F3. Это мы перешли в трехмерный вид. Это здесь у меня домик, мы с вами строили. Вот этот набор стен. Я могу их рассмотреть. Могу также построить стены в трехмерном виде с привязкой по базовой точке, либо по верхнему уровню, как вам будет удобнее, либо в другой общей плоскости нахождения. Зажатые клавиши Shift и колесиками мышки я вращаю. Указателем могу подсветить тот же самый элемент, вокруг которого будет производиться ось вращения. Все наиболее похоже с тем же самым нашим Revit. Вспоминаем, при подсветке элемента можно было вращать уже вокруг элемента. Ось вращения вращения сменяется. Клавишей F2 я возвращаюсь нажать на двухмерный вид. Это основное, что нам нужно было знать сейчас, по крайней мере, по стенам. Если вам нравится видео, вы знаете, что нужно делать. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok